Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь лежит вот такой альбомчик. Альбом колеров. С автографом хозяина. Хозяин, видно, очень дорожил книжкой. Хранилась в чехле. Аккуратненько. 73-й год. Ленинград. Строиздат. Ленинградское отделение. Альбом колеров. Рекомендации по технологии. Выбора эталона. Здесь все-таки более к строительству и дизайнерству относятся все это. Требования выбора колеров для выполнения малярных работ. Функциональная схема выбора колера с применением альбома колеров. Цветовые решения интерьеров. Так скажем, рекомендательные такие данные. Наименование цвета при различных источниках освещения. Табличка есть такая. Видно, все это опирается на те советские ГОСТы, которые были в те времена. Подготовка и обработка поверхности. Подклеевые краски. Операции по подготовке, обработке и окраске на штукатурных поверхностях клеевыми составами. Краткие характеристики материалов. И пошло. Сухие краски. Пигменты. Клей костный. Клей казеиновый. Далее составы, применяемые для грунтовки и шпаклевки поверхностей подклеевые краски. Это у нас грунтовка костовая. Грунтовка купоросная. Составы. Грунтовка на бленоземе. Твердый концентрат квасцовой грунтовки. Все с составом, с пропорциями. Твердый концентрат купоросной грунтовки. Грунтовка из сухого казеинового клея. Грунтовка эмульсионная. Шпаклевка на грунтовом составе. Шпаклевка на костном клее. Карбокси латекс на миловая шпаклевка. Шпаклевка гипсоклеевая. Подмазочная паста на грунтовочном составе. И гипсомиловая подмазка на клеевой воде. Дальше идут способы приготовления клеевых окрасочных составов. И дальше пошла рецептура колеров. В каких пропорциях смешивать? Не должно быть интересно. Дальше идут эталоны колеров. Основанные на советских ГОСТах. Вот в таком виде. Из двух половинок. И все, что можно вообразить себе. И сзади каждой карточки номер колера. Тоже видно согласно ГОСТу. Вот такой вот альбомчик. Цена 1 рубль 5 копеек. Советских денег. И на торце надпись. Вот такой вот чехолчик с клапаном. Сделано.